Здравствуйте! В эфире программа «Недвижимость за рубежом». С вами Юлия Марио и Станислав Зингель. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об Испании. До начала передачи мы немножко поговорили о том, что сейчас растет интерес к инвестициям в коммерческую недвижимость в Испании. Как вы считаете, чем это вызвано? Почему не в жилую недвижимость предпочитают вкладывать деньги, а в коммерческую? Международные инвесторы, и российские в частности. Вы знаете, на протяжении долгого времени Испания оставалась такой серой лошадкой, которая вроде интересна, вроде есть море, вроде многие летают туда, но инвестировать ли в эту страну вопрос оставался открытым. Исторически еще до 2008 года, до кризиса, люди покупали жилье, освоили Испанию, Португалию, все средиземноморские страны. И очень многие среди всех стран выбрали Испанию, прежде всего из-за климата. Как показывает практика, чем больше туристов, тем больше в итоге инвестиционный спрос. Но он начинает с обычной жилой недвижимости. Ввиду того, что застройщики стали строить больше существенно, чем мог потреблять рынок, в 2008 году, когда случился кризис, осталось огромное количество жилья, которое не продано, которое нет спроса на него. И в итоге самая большая коррекция на рынке была, с точки зрения цен, до 35-40% доходила на жилую недвижимость. Многие инвесторы затаились, не выходили на сделки. И в принципе, если посмотреть по показателям, то в 2013 году коррекция цен продолжается на жилую недвижимость. Она составила на 8% упала, и в 2014 прогноз на 3%. Но это очень хорошие цифры по сравнению, например, с 2012-2010 годом. Но по-прежнему есть запас жилой недвижимости на 2-3 года, чтобы вообще не строить и продолжать продавать. Ситуация полностью обратная с коммерческой недвижимостью. Какая? Коммерческая недвижимость, по сути, реагирует прежде всего не на покупателя, который хочет купить жилье, второй дом у моря, а реагирует на экономические показатели страны в целом. То есть, когда мы видим, что увеличиваются показатели по занятости населения, уменьшается безработица. Например, в пиковые значения достигало 26,8%, сегодня 24%. Это постепенно идет последние два года. Увеличивается ВВП, и главное, увеличится потребление населения. А эти мы постепенно увеличили на протяжении последних двух с половиной лет. В этом случае инвесторы начинают верить в страну и возвращаются. И, соответственно, 2012 год был переломным для рынка коммерческой недвижимости в Испании. В этом случае зарубежные инвесторы вернулись на этот рынок. А именно зарубежные инвесторы первые подняли рынок на те показатели, которые мы видим. Приведу пример. Если объем инвестиций в 2013 году по сравнению с инвестициями в 2012 году вырос на 120%, это больше, чем в два раза. А показатели, например, рост за первый квартал 2014 года вырос на 130% по сравнению с 2013 годом. Это говорит о том, что инвесторы поверили в Испанию. И, в принципе, считают, что та доходность и та цена входа, она одна из самых оптимальных с точки зрения времени инвестирования. Станислав, вы сказали, что Испания уверенно выходит из экономического кризиса. Какую роль играет туризм? За 2013 год Испанию посетила фантастическая цифра 60 миллионов туристов, которые оставили в стране 45 миллиардов евро. Это реально большие цифры. И отсюда и спрос на такую коммерческую недвижимость, как отели. То есть, в принципе, люди понимают, что туристы создают спрос на отели, увеличится загрузка отеля, и как в результате увеличится доходность и стабильность ситуации. Развивается гостиничный бизнес? Гостиничный бизнес на самом деле развивается, хотя часть отелей переходит с договоров гарантированного дохода на прогнозируемый доход. То есть, если в Германии, например, гарантированный доход, в Испании есть и есть. То есть, есть разные форматы. Но мы можем говорить, что в зависимости от города, месторасположения, можно ориентироваться на доходность от 6 до 8%. Рентная доходность. То есть, если объект стоит миллион, то 6-8% на эту доходность можно рассчитывать. Неплохо, да? Если посмотреть реально на этот сектор гостиничной недвижимости, то он на самом деле третий по востребованности у иностранных инвесторов. На первом месте идет торговая недвижимость, на втором офисная, на третьем гостиничная. Но гостиничная, в принципе, вот эта поэтапность офисная, торговая, офисная и гостиничная, она характерна для многих стран. Здесь ничего удивительного нет. Но вот если посмотреть на гостиничный бизнес в Испании, он прежде всего, зачастую россияне спрашивают, когда к нам обращаются, хотим отель на побережье. Но инвесторы больше всего хотят отели именно в городах, где есть бизнес, где нет сезонности. Спросите себя, хотели бы вы получать проценты по депозиту только летом, а зимой или весной получать меньше процентов по депозиту? Наверное, нет. Я не хочу. То же самое с отелями. То есть, отель, который приносит стабильно в течение года, он более интересен для инвестора, чем отель, который работает с сезонным фактором. К сожалению, например, до 2009 года многие россияне выбирали отель на эмоциональном уровне. Мне нравится этот отель, а потом смотрели на цифры. Подход должен быть другой. Мне понятна экономика этого отеля, мне нравятся цифры, которые отель. И дальше я понимаю место этого отеля. Исходя из этого, уже можно было тогда принимать решение, интересно инвестировать в этот отель или нет. А эмоциональная привязка должна быть последним в этом списке. И поэтому мы всегда говорим, что если вы выбираете отель в Испании, страна курортная, можно покупать отели в Малаге, в Мурси, в Марбее, которую россияне давно полюбили, на Коста-Браво. Главное понимать, насколько соответствует загрузка показателям. Один из главных моментов – это загрузка отеля процентом соотношения. Он должен быть не менее 65% для курортных городов. И стоимость за номер в сутки. То есть, исходя из этого, можно получить выручку отеля. Если вы меня спросите, я всегда предпочитаю отели, которые находятся в бизнес-городах. И, конечно, это Мадрид, это Барселона, это Малага, это Валенсия. Это города, которые могут генерить дополнительный поток клиентов не со стороны туристов, а со стороны бизнес-туристов. Со стороны локального спроса. И это, конечно, создает дополнительное преимущество. Но, с другой стороны, в Испании есть то, что нет у других стран – есть море. Соответственно, если есть море и есть бизнес, отели чувствуют себя хорошо. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, да, отельная доходность в принципе в Испании на уровне, наверное, с Германией. А в Германии высокие показатели, где-то 6-8% годовых. Зависит, опять же, от месторасположения. Но из-за того, что мы видели сильное падение цен или коррекцию цен на жилую недвижимость и небольшую коррекцию на коммерческую недвижимость, мы видим потенциал капитализации этих активов. И я вот думаю, что если сегодня мы продаем с доходностью 6-8% отелей в год, я думаю, где-то в 2015 году, если Испания продолжит наращивать темпы выхода из кризиса, это будет доходность на уровне 5-7% в год. Что это означает? Это значит, просто доходность останется та же, цена отеля вырастет. А вот вы говорите, место расположения. Ну, понятно, если это бизнес, место Мадрид или какой-то другой крупный город. А если не такой крупный город, но человек решил приобрести отель. Как ему правду узнать об этом отеле? Кто ему предоставляет правдивые данные? Вы знаете, это на самом деле особенность понимания отельного бизнеса. Нужно понимать, откуда берутся цифры. Вот откуда? Вот отель, который, условно говоря, управляется семьей, цифры могут браться из воздуха. Он, возможно, может иметь не совсем корректную финансовую отчетность. А отель, который управляется известными брендами, у него есть четкая финансовая отчетность, которую можно посмотреть и, исходя из этого, оценить отель. Поэтому в одной из программ, в которой мы с вами говорили про отель, я как раз говорю, что лучше всего покупать отели с известными брендами. Это дает вам безопасность того, что ваши инвестиции продолжатся на тот срок действия договора как минимум. Все-таки с известными брендами? С известными брендами. Лучше покупать, да? Тогда какой порог входа в такой бизнес? Вы знаете, если мы говорим про отели, я бы не советовал покупать отели стоимостью меньше, чем 2 миллиона евро. Просто номерной фонд будет настолько невелик, что управляющей компанией будет, скорее всего, семья. Например, какой-нибудь провинции Севильи, семья, которая управляет номерным фондом в 40 номеров. И, соответственно, вы покупаете номер, исходя из цены 50 тысяч евро за номер. А бренд какой-нибудь Ibis, Ramada или любой другой бренд Holiday не встанет в этот отель, потому что ему просто неинтересно, нет места для оптимизации. Поэтому, в принципе, по отелям такая ситуация в Испании. Вы ранее упомянули об офисном бизнесе. Какие сегменты в офисном бизнесе вы рекомендуете рассмотреть? Вы знаете, на мой взгляд, наиболее интересные офисные здания, которые арендуют либо государственные учреждения, либо банки. По сути, если банки, то зачастую они вас еще и кредитуют. Это как бы большое преимущество. Ну а если государственные учреждения, это, по сути, как покупать гособлигации Испании. То есть гособлигации государственные учреждения платят по своим обязательствам, по договору. Доходность при этом на уровне рынка, то есть нет никаких скрытых каких-то обязательств на собственники недвижимости. Я бы оценил доходность в этом сегменте в среднем 6-7,5%. Например, в Мадриде эта доходность может быть меньше, 5,5-6. Но все зависит от того, кто ваш арендатор. Арендатор рога и копыта, у вас может быть даже 9. И, наверное, таких объектов много вы можете увидеть в открытом доступе на рынке. Арендатор с правильной, там, какой-нибудь сети испанских банков, какие-то госучреждения, крупные компании, международные бренды, которые имеют свои представительства. Совсем другая история. За безопасность приходится платить низкой, более доходностью. И это вот та самая история. С другой стороны, на мой взгляд, иметь офисное здание с большим количеством арендаторов, это довольно-таки накладно. И время требует очень много времени управлять этим бизнесом. Поэтому в итоге доходность, которая декларируется, может быть, 9%. После расходов на управляющую компанию, на взаимоотношения с арендаторами, может быть, казаться вполне те же 7%. Поэтому дьявол в деталях. Математика, наука упрямая, нужно смотреть цифры. Вы говорите, банки, например, они еще и кредитуют. Легко ли получить кредит вообще? Вы знаете, я должен сказать, что наконец-то можно уверенно сказать, что ипотека вернулась на рынок Испании в сегмент коммерческой недвижимости. Если мы берем сегодня кредитование по объектам коммерческой недвижимости, то это Лебор плюс 2%. Что это означает? То есть мы в среднем говорим про ставку 2,5-3% годовых. Это плавающая ставка. Она может меняться в зависимости от ставки Лебора, ставки Центробанка в течение года. Если вы хотите зафиксировать, то ставка может быть в вилках где-то 4-5%. В принципе, инвестору важно понять горизонт входа, горизонт выхода. То есть если вы входит на 5 лет, наверное, лучше взять плавающую ставку по ставке 2,5-3% и иметь дополнительный доход на вложенные инвестиции. Это очень интересно. Я думаю, что об этом мы продолжим во второй части нашей программы. А сейчас рекламная пауза. Друзья, наша программа продолжается в студии Юлия Марио и Станислав Зингель. Мы сегодня говорим об Испании. Они остановились в первой части программы на том, как можно взять кредит в банке. А россиянам насколько доступна ипотека в Испании? Правильный вопрос. На коммерческую недвижимость, можно сказать уже абсолютно точно, Испания стала доступна для иностранных инвесторов, в том числе для россиян. Например, банк сегодня начинает смотреть уже не только на доход, историю происхождения средств самого инвестора, но, может быть, даже в большей степени на доход, получаемый с его объекта. То есть, например, у нас есть договор с Меркадона, крупная сеть супермаркетов в Испании. Договор стабильный, например, с годовым доходом 150 тысяч евро, подписан на 10 лет. По сути, это гарантированный доход для банка, что из этих средств, 150 тысяч евро в год, будет гаситься кредит. То есть, для банка эта история понятна, и он готов кредитовать. Соотношение кредитования, я бы сказал, сегодня 50 на 50. 50% собственных, 50% заемных. Это что значит? Ну, например, если объект стоит 4 миллиона, 2 миллиона собственных должен показать инвестор, 2 миллиона заемных можно взять в банке. Таким образом, банк в этой истории имеет несколько положительных моментов для инвестора. Первое. Одно дело, что проверяется юристом, нами, объект, а другое дело, что проверяется еще и банком. В этом случае банк лучше ваш друг. То есть, у вас есть перекрестная проверка объекта. Второе. Вы создаете кредитную историю. Третье. Вы, самое главное, увеличиваете доход на вложенные инвестиции. Чем больше вы взяли деньги и дешевле их привлекли, то есть, вам деньги обошлись, например, в 3%, тем больше вы заработаете на вложенные собственные средства, на вложенные инвестиции. Это вот как раз то, что я рассказываю на своих инвестиционных семинарах. Но суть в этой истории в том, что сегодня заемное кредитование наконец-то доступно. И, соответственно, инвестор может рассматривать варианты инвестирования, имея только часть собственных средств. Если даже он инвестирует 50% в доход, который выплачивается той же Меркадоной или отелем, неважно, достаточно, чтобы гасить тело кредита, проценты по кредиту и оставаться в плюсе. Таким образом, объект сам себя окупает. И россияне как к этому относятся? Вы знаете, россияне уже много где побывали, много чего понимают, что понимают. И, в принципе, этот способ инвестирования в объекты с гарантированным доходом, с возможностью кредитования очень востребованный. Поэтому спрос сегодня на испанскую коммерческую недвижимость, не только со стороны россиян, со всего мира, он довольно-таки серьезный. Первое место занимают англичане, потом немцы, потом французы. А россияне где-то там 8-е, 10-е, 11-е. А почему, как вы думаете? Просто объем доступных средств, которые россияне инвестируют в ту же Испанию, он существенно меньше. Есть очень много фондов европейских, которые покупают недвижимость. Считаются же деньги не только у частных инвесторов, считаются деньги еще фондов, какие-то крупные транзакции между странами, которые происходят. У них товарооборот может быть гораздо больше по инвестиционной недвижимости, чем, например, в России с Испанией. Но, например, туристическая составляющая тоже влияет, сколько людей относительно общего объема населения находится или посещает страну. Поэтому, если возвращаться к банкам, банк – это дополнительная опция для клиента увеличить доходность, получить проверку дополнительного объекта и получить возможность иметь только часть денег, остальные получить в банке. Давайте поговорим о торговой недвижимости более подробно и о стрит-ритейле. Сегмент является лидером коммерческой недвижимости с точки зрения инвесторов и спроса. И, в принципе, торговая недвижимость сегодня доступна в разных сегментах, в разных ценовых диапазонах. И спрос может начинаться, если какие-нибудь супермаркеты D от полумиллиона евро, и, безусловно, могут доходить до грандов, стрит-ритейла, таких как Zara, Bershka, H&M, другие известные испанские сети, которые мы видим не только в Испании, но и за рубежом. И многие инвесторы рассматривают инвестиции и в этот сегмент в том числе. Почему? Потому что, возможно, несмотря на то, что доходность у них невысока, например, 5-5,5%, то есть если вы покупаете объект в собственности, например, Zara, арендатор Zara, но объект стены в собственности, он находится на пешеходной зоне Кордобы, Валенсии, Малаги, Мадрида, Барселоны, да, у него доходность будет невысока. Но даже если чисто теоретически Zara съедет по какой-то причине или не возобновит договор через 10 лет окончания срока аренды, есть десятки арендаторов, которые будут готовы на этой пешеходной улице арендовать. И есть еще немаловажный фактор – это капитализация. То есть в этих центральных местах эти объекты капитализируются довольно-таки высокими темпами. В принципе, аналитики финансовые закладывают показатели роста инфляция плюс 2%. То есть это в среднем мы будем выходить где-то на 4,5-5% капитализации в год, не считая арендной доходности. Насколько это хорошо, с вашей точки зрения? Ну, вы знаете, если задача сохранить деньги и получать там доход в евро, например, 5% плюс индексация ежегодная в привязке к индексу цен инфляционному, плюс еще капитализация, мы легко выходим на двухзначные показатели доходности в евро. Ну, я думаю, любой инвестор понимает, что это неплохо. Ну, и есть другой сегмент – это супермаркеты. Очень многие даже не понимают, что, по сути, супермаркет – это самый востребованный сегмент для инвестиций в экономику, когда есть какие-то риски экономические. Самый востребованный, потому что супермаркет. Ну, наверное, здесь прежде всего из-за того, что это продуктовый ритейл. То есть можно отказаться от Шанель, от Луи Виттона, от каких-то других лакшери брендов, когда нет денег, когда есть кризис. Но нельзя отказаться от продуктов питания, от продуктов первой необходимости. При этом есть у нас национальные арендаторы, такие как Меркадона, сотни магазинов по всей Испании. И, по сути, мы видим, что международные материнские компании с известными именами готовы быть арендаторами в этом помещении с доходностью выше даже, чем, например, на пешеходных улицах 7-8%. И при этом банки готовы кредитовать, и у вас есть сегмент, который защищен от кризиса. И Испания этим как раз по-прежнему еще довольно-таки недорогие эти активы. То есть они по-прежнему могут приносить 8%, 7,5-8,5% доходности. Сегодня поедете во Францию, в Италию, уж я не говорю про Великобританию, доходность сегодня недоступна. И только благодаря тому, что Испания сейчас выходит только с кризиса, мы имеем возможность зайти довольно-таки невысокий порог стоимости с высокой доходностью. Это временная ситуация, я думаю, еще может быть год-полтора-два. Но я бы не рекомендовал, например, инвестировать в коммерческую недвижимость Испании еще года-два назад, если бы мы с вами общались на эту тему на передаче. Но сегодня все объективные макроэкономические показатели в Испании, в экономике, говорят о том, что время пришло, и подтверждением тому является 13, 12 и 1 квартал 2014 года. Ну да, вот, если я не ошибаюсь, в 2013 году объем инвестиций составил 426 миллионов евро, а уже в этом году, в первом полугодии, 988 миллионов евро. То есть факты говорят сами за себя. Тут главное смотреть на несколько пунктов, как я говорил, это безработица, демографический фактор, уезжает ли население, да, и потребление. Если эти факторы растут, да, из квартала в квартал, из года в год, то, в принципе, можно понимать, что время для коммерческой недвижимости пришло. Потому что первое золотое правило, если ваш арендатор счастлив, вы, как собственник, тоже счастливы. Станислав, что вы можете сказать о студенческой недвижимости в Испании? Ну, если посмотреть по количеству студентов, да, которые учатся сегодня в Испании, по количеству доступного жилья при кампусах, да, Испания, несмотря на то, что имеет одно из, там, третье или четвертое место в Европе по количеству студентов, имеет чуть ли не последние места по количеству студенческих апартаментов. То есть спрос, он, ну, существенно превышает предложения, да, И этот сегмент, на мой взгляд, явно интересный, но проблема в том, что если в Испании очень хорошо давно и много строят жилую недвижимость, студенческий сегмент, он был в каком-то таком... Затишье. В полу-таком, да, тихом... Нелегальном положении. Нет, он был нелегальным, просто он не обращался внимания на фоне жилой, да, которая сразу же приносила доход еще до 2008 года. Вот. Если же возвращаться к этому сегменту, то, да, сейчас начинается активное строительство вот этих жилых помещений для студентов, то есть кампусов для студентов, студенческой недвижимости, которую мы называем. Сегмент интересен, но я думаю, вход, порог входа для частного инвестора, там, с бюджетом 200, 300, 400 тысяч, он практически не будет существовать, будет, он будет существовать для тех, кто готов покупать целиком здание, да, то есть это 2, 3, 4, 5 миллионов евро, да, потому что... Ну, нет смысла, да, меньше. Да, что делить, разрезать на блоки номера, как это там делается, например, в Великобритании, иногда в Германии, ну, просто не имеет смысла, поэтому это такое вот более для более крупных инвесторов, хотя даже и для них очень ограниченное предложение, несмотря на высокий спрос. Ну, вот инвестируем в торговую недвижимость, студенческую недвижимость, а кто за всем этим смотрит, если человек находится в России определенное время? Очень хороший вопрос, потому что многие говорят, вот я куплю там супермаркет или отель, а кто будет дальше заниматься? Поэтому, по сути, первое, это очень важно, сделать так, чтобы договора были со стабильным гарантированным доходом, чтобы и компания была известна. Вот если эти два уже составляющих есть, с точки зрения временных затрат на управление активом, вы уже 80% убрали. Осталось еще процентов 20, это взаимоотношения с ориентатором, с налоговой, сдача отчетности, страховка, ну и, в принципе, отчетность по объекту. В принципе, вот эта услуга очень востребована. Мы предлагаем, со своей стороны, управляющую компанию, которая занимается в каждом сегменте, в торговой недвижимости, отельной, под ключ. То есть, именно предложение для российского инвестора, предложение инвестирования под ключ, не просто продал и забыл про него, он про тебя, а именно дальше сопровождение и обслуживание объекта, это то, что ценится инвестор, который не проживает там. При этом он в любой момент может забрать все эти рычаги управления к себе и может в любой момент сам этим заниматься. Ну и как итог, давайте подведем такие небольшие, сделаем выводы небольшие. Каковы все-таки основные особенности инвестирования в коммерческую недвижимость в Испании? Наверное, первое, это то, что Испания очень интересная, красивая страна, но это не должно закрывать глаза инвестору, смотреть на цифры. То есть, эмоциональная составляющая должна уходить на задний план. Второе, Испания снова открыта для инвесторов, и мы видим подтверждение этому цифрами. Третье, Испания, на мой взгляд, сегодня имеет тот потенциал капитализации, рост недвижимости, который не имеет многие европейские страны, которые, а, либо вообще особенно не почувствовали кризис, либо еще не вышли из кризиса. Поэтому, в принципе, я бы сказал, что Испания сегодня та лошадка, на которую можно поставить. Спасибо, что вы к нам пришли и рассказали об Испании. Я думаю, что эта информация будет очень полезна тем, кто действительно хочет приобрести в Испании коммерческую недвижимость. На этом наша программа подошла к концу. До свидания. У нас в гостях был Станислав Зингель. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин